Привет, ребята! Как ваши дела? Это я. В молодости. Это я замуж вышла. Вот такой я была. Ничего так, да? А здесь мы на свадьбу ходили. Вот я. У меня длинные волосы были. Вот здесь вот я. Зажигаю. Танцую. А здесь я у бабушки. Ковры на стене, как и у всех. Тортик. К бабушке приходили. У нее было день рождения. Мы к ней пришли, тортик принесли. Коши. Длинные у меня волосы были всегда. Вот это тоже я. Но это разные годы. Уж какие не помню. А это вот я 17 дней моему первому старшему сыну. И я вот такая была. Замученная ночами не спавшая. Помощников-то не было. А вот это Польша. Это родная сестра тетя Катя, моей бабушки. Вот это польская свадьба. Это ее дочка замуж выходила. Кристина. Дочку зовут. И вот сама тетя Катя. Они живут в Польше. Я не знаю, жива ли эта тетя Катя, не жива. Но я не знаю, какой год это был. Точно не помню. То ли до войны, то ли после войны. У бабушки три. Бабушка старшая и еще две сестры. Тетя Катя и тетя Руфина. И мама была. Бабушка работала, так как младших сестренок и маму надо было кормить. И в один прекрасный момент пришла домой, а их нету дома. Они жили на границе Белоруссии и Польши. Они перешли границу и ушли в Польшу. А бабушку оставили. Бабушка на них очень разозлилась, обиделась. И много лет с ними не общалась. Ну, она говорит, они мне писали, звали, но я не... Нет, сказала. И в общем все. А потом уже в советское время уже, потом, потом, когда бабушка к кузинам в Белоруссию приезжала, часто кузины с тетей Катей переписывались. И потом они возобновили отношения. И мы, когда с бабушкой вот уже жили, вот здесь вот, и они посылали нам письма. Вот это тетя Катя. Вот фотографии слали. Это вот уже я, я писала уже. Отвечала на письма. Так как бабушка моя неграмотная, я писала. Отвечала. Они даже по одному доллару в конвертик иногда клали. Но частенько этот один доллар не приходил к нам. В письме было написано, что они положили, но в самом конверте мы этот доллар не находили. Как-то так, в общем. Но бабушка их, не знаю, простила она их или не простила. Но ей было очень обидно всю жизнь. И тетя Катя часто ей посылку присылала. Вот такую, знаете, посылку. Ну, как бы, чем богаты, тем и рады. В общем. Нам эта посылка не пригодилась. Вещи она присылала. Нам не нужны были эти вещи. А потом переписка прекратилась. Бабушка умерла. И я не знаю, живы они, как они. Город Кетрузу в Польше. Ну, а я красотка. Правда, ребят? Прям красавишна. Не налюбуюсь. И вот. Чепчик там у меня на диванчике. Это съемная квартира. Мы на съемной квартире. А вот это вот Сони музыкальный центр. Это у нас уже самая первая вещь, которую мы купили. Ну, не считая там ножики, ложки, вилки, тарелки. А это самая такая. За две... За две тысячи... То ли сто, то ли двести долларов. Магазин. Сони магазин в Ташкенте открылся. И мы пошли с мужем. Я еще была беременна. И купили вот этот музыкальный центр. Это мой сынок. Ну, вот как-то так, ребят, нашла, показала вам. Эх! Зажигаю. Ладно, ребят, пойду дальше уборку делать. Хорошего дня вам. Продуктива и позитива. Поделилась немножко воспоминаниями своими. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...